Здравствуйте! Несколько дней назад в городе Воинской Славы Архангельске был начат автопробег «Луч Победы», который объединил автопробегом несколько регионов нашей страны. Таких акций и проектов к Дню Великой Победы, уверенно, будет еще много. Объединяет их несколько базовых смыслов – идея победы и идея подвига. Что такое подвиг? Это выбор пути, конкретное действие, которое предпринимает человек в критических условиях, поступок, направленный на выживание, безопасность и позитивное развитие. Однозначно подвиг находится внутри закона морали, морального коридора. Отрицательный поступок не назовут подвигом. Подвиг – это личный прорыв, имеющий положительную оценку среди общественности. Общественное признание. Оттого он субъективен, если говорить о глобальных процессах. Что хорошо одному, то другому смерть, перефразирую известное выражение. Подвиг основан на идее. В критической ситуации это осознанный выбор жизненного пути. Да, сегодня пытаются сместить акценты. Началась активная информационная кампания по переосмыслению подвига. Искусным образом вводится сомнение по темам и идеям, на которых строится наша культура и история. Это чревато размыванием границ и понятий. Сегодня мы сталкиваемся в лоб с тем, с каким энтузиазмом переписывается история. Необходимо закрепить, рассказать поколениям о настоящем подвиге. Рассказывать на конкретных примерах, не допуская смещения акцентов. Кто такие Прокопий Галушин, Петр Жосу и Роза Шанина? Кто сегодня является образцом, примером настоящего подвига из мультфильмов и кино? Могут наши дети ответить на эти вопросы? Отличный ролик сделала в свое время молодежь «Архангельская область – это мы». Посмотрите его. Завершается он фразой «И это мы забываем, в какой уникальной области мы живем». И продолжается. Но мы можем это исправить. Понятие «подвиг» тесно связано с темой героизма, ответственного решения и жертвенности во благо спасения. Героизм противопоставлен обычному повседневному действию, пусть даже и ответственно выполняемому. Это выдающийся поступок, иногда смертельно опасный и однозначно выходящий за рамки обычного. Сегодня много говорят и пишут о том, что время настоящих героев ушло. Не соглашусь. Подвиг – это то, что направлено на позитивное развитие. Например, профессиональный – как идея служения. Я говорю о наших врачах и учителях. Военный подвиг – как проявление героизма и долга, идеи безопасности и защиты. Гражданский – как реализация в действии идеи гуманизма. Подвиг – духовный, как декларация идеи спасения. К сожалению, сегодня образование медицины становится услугой. Сама идея растворяется в количестве бумаг и формальном подходе. Здесь не остается возможности и сил, места, подвигу, подвижничеству. Такая замена акцентов в данном случае недопустимо. Это жизненно важно. Прославление трудового подвига, внимательное отношение к тем людям, кто остался и живет на севере, противостояние фальсификации, воспитание на примерах героизма и служения – вот наш путь. В следующий раз мы поговорим с вами о победе. Настало время побеждать. Настало время для подвига. Живите и совершайте. Благодарю.